Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Разбирая от снятой в прошлом году материалы, я обнаружила свои летние съемки, которыми не успела с вами поделиться. Поэтому сегодняшнее видео будет составлено из приятных моментов конца прошлогоднего июля и начала августа. Я расскажу вам о своей поездке в родной город Саров и деревню. Покажу книги, которые читала, а также мы совершим тур по нашей городской библиотеке. Я уже давно его обещала моему зрителю Владимиру. Мне остается только добавить, что в Саров в тот раз мы ездили с дочкой Машей. Кто не впервые на моем канале, знает, что и я, и моя мама разводим орхидеи. И первым делом я смотрю, какие из них расцвели на маминых окнах. Затем выбираю, что бы мне почитать. В нашей библиотеке есть пятитомник Владимира Салаухина, и я взяла тот, который называется Капля росы. В этот том входят две лирические повести «Владимирские проселки» и «Капля росы». В комментариях вы мне писали, что «Владимирские проселки» для многих являются любимой книгой. В этой повести он рассказывает о своем путешествии по Владимирской области. Во время этого путешествия 10 дней писатель прожил в родном селе, о жителях которого он рассказывает во второй повести «Капля росы». Она является продолжением проселков. Еще в этот сборник входят рассказы из цикла «Свидания в Вязниках». Их-то я в те дни и читала. В некоторых из них он рассказывает об эпизодах из своего детства. Например, «Ножичек с костяной ручкой», «Мститель». В этих небольших зарисовках автору удается удивительно точно передать детскую психологию. На мой взгляд, просто шедевром является совсем небольшой рассказ «Подворотня». Здесь автору, думаю, было лет шесть. Рано утром мать уходит в поле жать рожь, запирает его и разрешает прийти к ней, когда выспится, выбравшись под подворотней. Зачитаю фрагмент. Уж одно ощущение того, что выспался, есть наслаждение жизнью. Каждая клеточка налита до отказа жажды жить. Каждый мускул просит движения. Ко всему этому еще солнце, еще чистые теплые доски под босой ногой. Еще свежая вода в рукомойнике, а значит и на моих щеках, глазах, губах. Ко всему этому еще свежее молоко в крынке и мягкая пшеничная лепешка. Я бессознательно наслаждался всем этим. И было у меня смутное ощущение, чего-то очень интересного и хорошего, что ждет меня впереди. Сейчас, вот-вот, может даже в следующую минуту. Сначала я никак не мог вспомнить и понять. Но потом вдруг вспомнил. Мне ведь предстоит выйти на улицу не каким-нибудь там обычным путем, а через подворотню. Значит, не только взрослым доступно инстинктивное, может быть, стремление оттягивать немедленное осуществление того, что воображение кажется истинным и верным счастьем. Он наблюдает за кошкой, пьющей молоко, затем, наконец, выбегает через сени на двор. И вдруг видит, что дед распахнул ворота и никуда не торопясь метет. Буквально в нескольких фразах Салаухин рисует нам непомерное горе ребенка и полную невозможность объяснить деду свои слезы. Замечательный рассказ, как и другие в этом сборнике. Очень мне понравился и рассказ «Каравай заварного хлеба» о том, как Владимир Салаухин с друзьями мерзли и голодали в студенческом общежитии зимой 41-го года, а их сосед, отец которого работал на складе, тайно по ночам ел редкие по тем временам продукты. Бутерброды с мясом, маслом, сметану, яйца. Все это он держал под замком в своей тумбочке. И вот Владимир отправляется в зимнюю вьюгу пешком за 40 километров домой, чтобы раздобыть товарищам хлеба. Эти простые, но глубокие по своему содержанию рассказы очень хорошо читать и с детьми. Отмечаем наш с Машей приезд в кофейне и направляемся в библиотеку. Машей приезд в капле. У Многим из вас уже знаком вид нашей городской библиотеки имени Маяковского И сейчас мы по ней пройдемся По окончании школы до поступления в институт я целый год проработала в этой библиотеке Но тогда здесь все выглядело несколько иначе Сейчас библиотека, конечно, живет очень насыщенной жизнью И является прекрасным культурным центром для горожан Раньше на абонементе было 5 столов по категориям читателей Инженерно-технические работники, служащие, рабочие, старшеклассники и студенты А теперь появились стеллажи с отечественной литературой, зарубежной, исторической, фантастикой, биографией и стенд с новинками На этих столах обычно бывают тематические подборки к юбилеям писателей или к праздникам А в данный момент подборка кулинарных книг кухни разных народов Отдел семейного чтения Здесь находятся стеллажи с детской литературой А мы с вами пройдем в так называемый отдел обслуживания Мы с Машей любим сюда наведываться Здесь есть книги на иностранных языках А также литературовический отдел Где я нередко что-нибудь для себя нахожу Так отсюда выглядит абонемент А на противоположной стороне просматривается еще один отдел обслуживания Где находятся книги по саморазвитию, психологии У Аллы Андреевой, жены Даниила Андреева Я читала очень интересную книгу воспоминаний Но не эту Меня заинтересовала книга Виталия Амурского Тень маятника и другие тени Не знаю почему я ее не взяла Но подробно сняла, чтобы о ней не забыть Виталий Амурский был членом Союза журналистов СССР И в 1973 году эмигрировал во Францию В возрасте 29 лет Там он защитил диплом Парижской Сорбоны И публиковался в ведущих изданиях русского зарубежья И работал на радио И данный сборник включает в себя множество интересных интервью Например, беседы с Андреем Вознесенским Булатом Акуджавой Генрихом Самкиром Мариной Владе Иосифом Бродским Никитой Струвой И многими другими писателями и творческими людьми Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А теперь поднимемся на второй этаж. Раньше там был для посетителей только читальный зал. Не помню, было ли так раньше, но сейчас здесь есть отделы литературы по искусству и нотно-музыкальной литературы. Здесь проходят интересные встречи, выставки. В витринах тоже какие-то тематические подборки. Мы сейчас спустимся на абонемент и я вам покажу, что из книг мы тогда с Машей взяли. Томик Уотсфорта и прыжок в длину – это выбор Маши. А я взяла, наконец, роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил». Наверное, я единственный человек, кто до этой поры не познакомился с этим романом. Стояла очень приятная жаркая погода и вечером этого дня мы еще съездили искупаться на озеро Протяжное. Или как у нас она попросту называется – Протяжка. Несмотря на комаров, мы засиделись там до самых сумерек. Так хорошо было у воды. Недалеко от монастыря в одном из зданий располагается творческое объединение «Мир». Это группа очень талантливых людей, которые создали уже целый ряд блистательных спектаклей, в которых участвовали дети и подростки. Мы с Машей заглянули в фойе этого здания и увидели, что там проходит персональная фото-выставка саровской девушки Митиной Екатерины. Ее работы нам так понравились, что захотелось снять об этой выставке сюжет. Много здесь красивых пейзажей и поэтических душевных снимков. Прекрасные портреты. Иногда вот такие трогательные. Прекрасные портреты. Прекрасные портреты. Об ara benefits. Абонус. Хамraz. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А как проходят эти торжества в Сарове, мы для вас кратко засняли Саров город закрытый и попасть в него можно пока только по пропускам В этот день служба проходит в храме в честь преподобного Серафима Он был построен над кельей преподобного В советские годы здесь был театр, а сейчас храм полностью восстановлен А это Успенский собор и справа небольшая часовенка Над тем местом, где был похоронен преподобный Серафим до его прославления в лике святых В такой солнечный день мы поехали в деревню Я очень люблю эту дорогу, немножко сняла ее для вас, чтобы вы тоже полюбовались этими пейзажами Вот и наш дом и цветущая в эту пору мальва Это любимый машин дуб, на нем было прочитано множество книг И с него открываются вот такие потрясающие виды На соседнем заброшенном участке тоже подрастает дуб Уже поспили некоторые сорта яблок и я их понемногу снимала с дерева Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом году мне не удалось выбраться в деревню Поэтому я с особенным удовольствием монтировала эту часть видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это моя любимая этажерка, которая осталась от дедушки и бабушки Чаще всего в деревне я читаю русскую классику И на этот раз это была Машенька Набокова Это мое любимое произведение у Набокова Его можно много раз перечитывать И всякий раз оно будет открываться новой гранью И обязательно заметишь какой-нибудь важный для понимания замысла автора штрих Хотя этот роман совсем небольшой Скорее даже повесть Эта история длится всего лишь неделю Действия происходят в Берлине в 1924 году Несколько русских эмигрантов живут в небольшом простеньком пансионе с унылой атмосферой Главный герой Ганин все собирается уехать в какой-нибудь другой город Чтобы начать новую жизнь Но не может решиться оставить довольно случайную и пошлую подругу И вот под действием случая он начинает вспоминать свою первую любовь И мы из серого Берлина переносимся в светлую и отрадную для него обстановку дореволюционной России Воспоминания о дворянских усадьбах В счастливом времени влюбленности в юную Машеньку Язык и стиль у Набукова очень красивый И мне нравится подмечать каждую мелочь в повествовании Как Ганин застревает в лифте со своим соседом Алферовым То, что комната пансиона пронумерована календарными листочками Поезда, постоянно проходящие мимо дома Все не случайно и символично Если вы не знакомы с этим произведением Обязательно прочтите Оно очень красивое, нежное И располагает к размышлениям В один из вечеров мы отправились на закате в поле Надеюсь, что наши съемки хотя бы отчасти Передадут атмосферу этого красивого летнего вечера Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь по настроению очень подходит стихотворение Марины Цветаевой Бежит тропинка с бугорка Как бы под детскими ногами Все так же сонными лугами Лениво движется ока Колокола звонят в тени Спешат удары за ударом И все поют о добром, старом, о детском времени они О дни, где утро было рай И полдень рай, и все закаты Где были шпагами лопаты И замком царственный сарай Куда ушли? В какую даль вы? Что между нами пролегло? Все так же сонно-тяжело Качаются на клумбах мальвы Как и все жители городов Мы испытываем дефицит тишины И только в деревне и на природе Осознаем, насколько мы от нее отвыкли У нас в деревне есть приемник Но мы его включаем крайне редко А чтобы поймать интернет Нужно подняться на возвышенность Поэтому здесь особенно отдыхаешь душой Чувствуешь единение с природой И ощущаешь радость жизни И внутреннюю свободу По утрам у Маши была традиционная пробежка в полях А я отправилась проверить Нет ли грибов в ближайшем лесу Давайте вместе насладимся Летней красотой полей Есть несколько стихотворений Которые ассоциируются у меня с этими местами Сейчас я вам их прочту Небольшое стихотворение Юлии Друниной Сядь в траву Оглядись Послушай Дух полы не вдыхая горький В обмелевшем пруду лягушка Раздувая полощит горло Тенью ящерка проскользнула Шмель летит с реактивным гулом Сядь в траву Оглядись Послушай Полечи синевую душу Шмель летит с реактивным гулом Грибов я почти не нашла Но проведала знакомые улей на сосне Угол пчел был таким угрожающим Что я поспешила уйти И еще стихотворение Николай Рубцов Утро Когда заря, светясь по сосняку Горит, горит И лес уже не дремлет И тени сосен падают в реку И свет бежит на улице деревни Когда, смеясь, на дворике глухом Встречают солнце взрослые и дети Воспрянув духом Выбегу на холм И все увижу В самом лучшем свете Деревья, избы Лошадь на мосту Цветущий луг Везде о них тоскую И разлюбив Вот эту красоту Я не создам Наверное, другую И последний ночной день Деревенский сюжет Мне хочется закончить строками Верой Инбер Верой Инбер Мысли И душа строга Пустынно и просторно Точно Нива Откуда вывезли стога Ну и все же Надо сказать, наверное, несколько слов О романе Алексея Иванова Географ Глобус Пропел Может быть, кто-то с ним и не знаком У этого автора есть прекрасные исторические романы И есть книги о современности Точнее о 90-х, как, например, данный роман Читается он очень быстро и легко Сюжет не отпускает Стиль у автора безупречный Но содержание вызвало у меня Очень противоречивые чувства Роман начинается с того, что главный герой 28-летний молодой человек Слушкин Устраивается в школу учителем географии Начало мне показалось довольно веселым И авантюрным Но по мере прочтения книги Поводов к веселью становилось все меньше Мы наблюдаем, как рушится семейная жизнь Слушкина Как сложно он пытается наладить отношения с девятиклассниками Как зарождается влюбленность между ним и его ученицей Герой вроде и симпатичен Но и тяжело наблюдать его слабость и непутевость Хотелось бы, чтобы он преодолел эту безысходность Но бесхарактерность и пристрастие к алкоголю Мешают преодолеть ситуацию От романа невозможно было оторваться Но он оставил грустное чувство На их завершение видео Предлагаю вам небольшую лесную прогулку Субтитры создавал DimaTorzok 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 Незаметно пролетела неделя в Сарове И мы с Машей возвращаемся домой Мы ехали в каком-то необычном купе Там было не две лесенки для верхних полок А одна большая общая Дорогие друзья Я благодарна каждому из вас За то, что смотрите мои видео За обратную связь Теплые комментарии здесь И в Телеграм-канале Но я приветствую любые комментарии В том числе и критические Мне интересно знать ваше мнение Как я могу улучшить свои видео Я надеюсь, что в следующий раз Покажу вам наши книжные покупки Я очень хочу, чтобы у вас И у ваших близких Все было хорошо Желаю вам всего самого доброго До новых встреч!